Привет. Это подкаст «Простые смертные» и его ведущая Оля Фатеева. В этом подкасте мы говорим про смерть и околосмертный опыт людей, разговаривая с ними самими. Я субмедэкспертка и работаю в морге 17 лет. У меня большой опыт встреч с чужими смертями. Один эпизод – один герой, которому я задаю непростые для нас обоих вопросы про умирание. Итак, наш гость сегодня – Максим. Максим, добрый вечер. Спасибо, что вы согласились прийти к нам на подкаст. Для начала расскажите немножечко о себе. Представьтесь, чтобы наши слушатели знали, с кем они будут говорить, кого они будут слушать. Добрый вечер. Меня зовут Максим Десятых. Я дизайнер, предприниматель, основатель образовательного проекта «Дуа Сапиенс». Мне 39 лет. Я живу в Москве. Я не женат, но у меня есть двое детей. Одна другому 6, другому 10, мальчики. Прекрасно. Тогда давайте постараемся коротко рассказать, что с вами случилось, когда это было, что это была за история. Осенью, получается, осенью 22-го года я почувствовал недомогание. Это продолжалось в течение минимум трех месяцев. Никто не мог сказать, что со мной происходит. Выражалось это фактически только в высокой температуре. Она сначала была невысокой. Да, мне помогали жаропонижающие. Но она на следующий день опять возвращалась. И со временем, к концу осени, она стала уже довольно высокой. До 39. И врачи все еще не понимали, что со мной происходит, потому что никаких других симптомов, кроме этого, не было. Оказалось, что у меня было заражение крови. И бактерия выбрала в себе местом жительства сердце, в частности, один из клапанов сердца, на котором она стала строить свою бактериальную колонию, при этом поедая один из клапанов. Он практически полностью в итоге был уничтожен. Диагноз – бактериальный эндокардит. Бактериальный эндокардит – это воспалительное заболевание, вызванное бактериями. Чаще всего это стриптококки и стафилококки. С поражением инфекции клапанов сердца и эндокарда, внутренней оболочки сердца. На клапанах появляются наросты, створки изъязвляются, что приводит к сердечной недостаточности. Бак эндокардит сопровождается, как правило, распространением бактерий по кровотоку и поражениями других органов. Для патологоанатома и судмедэксперта острый, цветущий бак эндокардит на вскрытии – большая удача. Это безоговорочная и понятная причина смерти и красивое зрелище. Вегетация на клапанах похожа на щупальца, а дефекты напоминают кружево тончайшего плетения. Мне нужно было делать замену клапана на протез, но это меньшее из проблем. Основная проблема была в том, чтобы бить бактерию. Ее тоже нужно было победить, и она была очень живучей. Поэтому еще один месяц, да, с декабря до января, это была борьба антибиотиков против бактерии с такими шансами, не знаю, 50 на 50. Вы лежали в больнице, правильно? Да. Что с вами было, если вы можете это вспомнить, когда вы узнали о диагнозах? Как вообще это все происходило? Как вам это сообщали? Что говорили? Говорили о прогнозах, и как вы себя при этом чувствовали? Это довольно ужасно было. В целом уже тогда это звучало, как это может быть опасно для жизни. При этом терапевт настоятельно рекомендовал госпитализироваться без понимания, с чем это связано. Ну, я и планировал это сделать. Плановая госпитализация. Мне казалось, что очень важно, чтобы это была госпитализация в отделение, как я выяснил, есть такое отделение коморбидных состояний. Коморбидность называют сосуществование двух или более синдромов или заболеваний, патогенетически взаимосвязанных или совпадающих по времени у одного пациента. Одно заболевание усиливает другое, и их отрицательное влияние на организм не арифметически складывается, а геометрически умножается. Коморбидность ухудшает прогноз, повышает количество летальных исходов. Самый распространенный пример коморбидности – ишемическая болезнь сердца плюс гипертоническая болезнь плюс сахарный диабет. И дошло до того, что я понял, что я не могу достаточно уверенно передвигаться по улице, если на ней сугробы. Я начинал задыхаться. А дышка очень серьезная. Было тяжело дышать. Я стал кашлять кровью. И вот этот совсем пугающий симптом, такой, наверное, самый заметный был. Он напугал меня настолько, что я уже вызывал скорую, чтобы окончательно решать этот вопрос. Стало страшно? Да. Да, стало страшно. Медсестры пришли ко мне уже встревоженными. И они сказали мне очень быстро собираться. Ну, как собираться? Все отложить, раздеться, мы едем в реанимацию. Вот это был уже тот момент, когда я испугался. В каком смысле реанимация? Я испугался этого слова. А были вообще версии? И знаете ли вы, как это могло произойти? В смысле, как вы могли заболеть? Да, позже версии появились. Скорее всего, я получил это заражение в больнице, когда попал туда с камнями в почках. И уже дальше многое стало понятно. То есть, да, там у меня действительно были сложности, осложнения. Они выливались в испаление почек. И тоже было бактериальное заражение, которое сложно лечили антибиотиками, переспробовав очень большой спектр антибиотиков. Это, конечно, многое объясняет. Особенно объясняет устойчивость к антибиотикотерапии. И вот эта вот длительность постановки диагноза. Максим, скажите, пожалуйста, вот вы узнали диагноз. Ну, то есть, наконец-то врачи определились с диагнозом. Вам говорили о прогнозе? О возможных исходах? Мне по крупицам давали какую-то информацию о том, что это не самое простое заболевание. И большая проблема была именно в том, что это за бактерия. И уже от близких я узнавал, после того, как они разговаривали с врачами, что в этом году, ну, в том году, в частности, в 22-м году, уже были смертельные случаи от этого заболевания. И мои шансы не 100%. Вы подумали о смерти в этот момент? Да. Как это было? Как-то абстрактно? Ну, как мы обычно думаем, что все мы смертны? Или было что-то конкретное? Это было не как обычно. Это было по-другому, и выглядело оно... Ну, наверное, я бы охарактеризовал это как растерянность некоторую. В этот момент я почувствовал себя... Ну, растерянный — такое самоподходящее слово, потому что, кажется, я был к этому не готов. Кажется, я никогда не был в такой ситуации. Я совершенно не знаю, как нужно в этом действовать. Вообще не знаю, что с этим делать. И знаете, такое ощущение, как проваливание в детство. Такая детская беспомощность. Мама, что мне делать? Вот такое ощущение. Мне сколько-то, наверное, тогда 38 было, а я чувствую себя ребенком, который столкнулся с ситуацией абсолютно, которая ему не по плечу, он не знает, что с этим делать. И это было жутковато. А как-то потом это поменялось? Может быть, вы начали что-то продумывать, к чему-то готовиться? Было такое переключение. В одни моменты я собирался с силами, с мыслями и начинал продумывать план. Я по старой такой рабочей привычке завел документ в Notion, в котором начал выписывать дела, которые нужно сделать, успеть сейчас. Как будто бы на всякий случай от меня зависит очень много людей. Близкие люди в большом количестве зависят от меня. Сотрудники, на самом деле, конечно, они тоже. У меня есть какие-то доступы, дела, которые я должен делать и могу делать сейчас. А когда я умру, я их не смогу делать. А иногда это сменялось тем, что я просто отрицал эту возможность. Этого не будет. Этого просто не будет. Какой смысл? Зачем я занимаюсь этим? Это какие-то лишние заморочки. У меня специальный документ появился. Называется «Завещание» с иконкой черепа. Было жутко. Но одновременно с этим через минуту, две, пять я мог переключиться и говорить, «Господи, да этого не будет никогда. Могу поспорить, что вообще все будет нормально абсолютно. Это же излечимо. Значит, и меня вылечат». А завещание вы в итоге составили в полном понимании этого? То есть нотариально его оформили? Нет, я решил, что меня устроит то распределение, которое по закону предполагает, что моим детям и, собственно, их маме, как их опекуну, достанется значительная часть. Плюс моей маме, которая тоже жива. А вот вам сделали операцию. Как это вообще для вас происходило? Какой это был опыт? Как вы это переживали? Как было перед операцией? Вы снова вспоминали про завещание или нет? Вы боялись наркоза или нет? Я тревожился. Это было скорее волнение, наверное, перед операцией и в связи с наркозом. Все-таки с опаской отношусь к таким вещам, тем более, когда речь идет про сердце. Да, я волновался. Я помню, что для того, чтобы как-то эту тревогу выразить, я написал об этом у себя в соцсетях. Ну, это было короткое сообщение в Фейсбуке. Я написал, друзья, через несколько дней мне предстоит операция на сердце. Скорее всего, все будет хорошо. В общем, пока ничего не надо. Не волнуйтесь. Просто поставьте мне лайки или напишите какие-то комментарии, поддерживающие. Это мне поможет. Так люди и сделали. И мне это почему-то было нужно, да. И это помогло? Ну, да. Много приятных слов и поддерживающих. При этом я очень был расстроен от того, что моя жизнь не будет прежней. То есть меня тогда предупредили, что это... Ну, я всю жизнь буду жить с куском металла в груди. Мне всю жизнь нужно будет принимать препараты. Я должен пить таблетки каждый день. Эти таблетки, они разжижают кровь. Ей нельзя сворачиваться слишком сильно, слишком хорошо. Потому что тогда могут образоваться тромбы на клапане, как инородное тело внутри тела, внутри сердца. Это такой тоже не очень естественный процесс. Это означает, что она плохо останавливается, если она течет. То есть если я получаю травму. И я волновался из-за этого. Я буду немножко инвалидизированным. Может быть, так я как-то себе это представлял. Это такая потеря. Я теперь буду не такой, как прежде. Мне очень жаль, что такое со мной произошло. Это очень обидно. Вот это интересные мысли. Ну, как любопытно наблюдать за человеческой психикой, которая думает о том, что, грубо говоря, я больше не смогу, там, я не знаю, не спать до утра и пить много вина. И я тревожусь из-за этого, а не из-за того, что я могу умереть. И вот эта стойкость человеческой психики меня всегда восхищает. А что было потом? Клиническая смерть, вот эта дата, которую вы помните теперь на всю жизнь. Как это все было? После операции было несколько дней, несколько дней новой жизни, как мне тогда казалось. Вот у меня разрезана, распилена грудь. Мне сложно двигаться, очень некомфортно. Я, естественно, проснулся в реанимации. Там очень некомфортно находиться. Не вспомню сейчас, сколько времени я там провел. Мне почему-то кажется, что это минимум сутки было. И после этого меня стали, в общем-то, инструктировать врачи. Все, как теперь мне дальше жить. Как мне теперь разрабатывать вновь легкие. Как мне принимать таблетки. Как мне вот жить теперь с такой новинкой. Новинкой, которая со мной теперь в груди. Как мне правильно подниматься с постели, да, чтобы себе не навредить. И в целом я уже даже прошел там несколько стадий переводов из реанимации в палату, из палаты интенсивной в палату менее интенсивной терапии, где, в общем-то, она была уже поддерживающая. И я чувствовал уже некоторую такую нормализацию своей жизни. И потом я открываю глаза, а я в реанимации. Я не понял, почему я здесь, и что это такое, что происходит со мной, почему я здесь. При этом я так все хорошо это знаю, но я имею в виду, что я уже знаю это место, я знаю, что нужно делать. Я знаю, почему во мне трубки. Наверное, это заставило меня спросить, доктор, что со мной. Какой-то очень, опять же, мельком, ну, достаточно классический для врачей, когда я последний человек, которому нужно что-то рассказывать о его здоровье, мне сказали что-то типа легочная тромбоэмболия. Я не знаю, что это, я не понимал. И я стал прокручивать у себя в голове вот это словосчитание «легочная тромбоэмболия». Легочная тромбоэмболия – это угрожающее жизнесостояние, при котором просветы легочных артерий и их ветвей закрываются тромбами, образующимися чаще всего в венах нижних конечностей и таза. В результате нарушается кровоснабжение в лёгких и газообмен. Причинами тромбоэмболии могут стать нарушения свёртывающей системы крови, нарушения гемодинамики, например, при гипертонической болезни, длительная обездвиженность после операции. И все остальные вещи, которые происходили со мной, как оказалось в этот же день, я уже стал узнавать только по рассказам близких. Мне передавали, что со мной происходило, и это была шокирующая информация. И что они вам рассказали? Что с вами было? Мы с моей девушкой смотрели кино, комедию на iPad. Комедия «Борат». Очень глупая, но почему-то тогда было такое настроение. И в этот момент я сидел, видимо, на койке. Алёна, так зовут мы девушку. Она уже, на самом деле, собиралась в скором времени уходить домой. И когда мы сидели, смотрели кино в палате, я по неведомой причине рухнул вперёд. Прямо перед собой. Как сидел, так и упал. Упал, ударившись об стол, который стоял передо мной, на котором стоял iPad, на котором было включено кино. Завалился под стол и стал издавать странные звуки. В общем, естественно, Алёна подскочила ко мне, чтобы понять, что со мной происходит. Я разбил себе лицо, лоб, нос, всё было в крови. Я практически не дышал, издавал подозрительные звуки, крепящие. И стал синеть на её глазах. Дальше уже она выбежала из палаты, чтобы позвать на помощь врачей. В палате не было никого, кроме нас. По счастью, мой доктор, врач, проходила прямо мимо палаты в этот момент и смогла сразу же забежать в палату, чтобы как-то оказать мне первую помощь. Они как-то с трудом меня смогли перевернуть, потом начать предпринимать реанимационные действия. Ну, то есть, непрямой массаж сердца. Алёна говорит, осторожней, что вы делаете. Вы же можете сломать ему ребра. То есть, именно это беспокоило её в тот момент. На что врач сказал, я уже их сломала. Что с ним происходит? А что, не видно? Пульса нет, дыхания нет. Да, они вызвали, естественно, в этот же момент реанимационную бригаду. Те достаточно быстро тоже добрались до палаты. Меня увезли в реанимацию. Алёна рассказывала, что меня трижды пытались реанимировать дефибриллятором. Да, то есть удары током через эти... Такие утюжки, как в кино. И да, я видел все эти ожоги на груди. Они действительно потом обнаружились. Но это не помогло. Сердце не забилось снова. Поэтому мне сделали опять вскрытие. Мне снова вскрыли грудь. И врач стал делать прямой массаж сердца. Он стал кулаком сжимать, ну, рукой сжимать сердце у меня в груди для того, чтобы оно забилось и для того, чтобы качать кровь. Это продолжалось полтора часа. Хотя должно было закончиться только уже через полчаса. Позже сам врач рассказывал мне, что да, у них такой протокол. Они оказывают реанимацию, реанимационные мероприятия полчаса. И если они не увенчались успехом, они заканчивают на этом. Критериями для прекращения реанимационных мероприятий служат восстановление дыхания и пульса, установление смерти головного мозга, появление признаков биологической смерти и неэффективность реанимационных мероприятий в течение 30 минут. К признакам биологической смерти относят ранние трупные изменения. Чаще первыми образуются трупные пятна, которые могут как раз проступить уже через полчаса. А еще раньше, через 10-15 минут, проявляется признак белоглазого – изменение формы зрачка при сдавлении глазного яблока с округлой на вытянутую. 30 минут были выбраны из-за того, что кора головного мозга без адекватного кровоснабжения, когда нет пульса и дыхания, погибает примерно через 5-6 минут, хотя восстановление сердечного ритма еще возможно. Его коллеги, они уже действительно говорили ему о том, что все, Лех, все, Леша, все, хватит. А он говорил, нет, подождите, нет, подождите, я верю, что он живой. И продолжал это делать полтора часа. И сердце забилось. Он не останавливался, продолжал делать это, пока это не сработало. Сердце снова завелось. Кажется, что случилось, ну, со слов врача, случилось какое-то чудо. Доктор сказал, что за всю свою практику он видит такое впервые. Я помню его странный вопрос, когда он подошел ко мне и спросил, не болит ли у меня голова. Я подумал, нет, не болит. Почему странный такой вопрос? Вопрос вообще был неожиданный. И это, в принципе, все, что его интересовало. Я уже потом только узнал, что это был просто его контрольный вопрос, чтобы понять, остались ли у меня какие-нибудь когнитивные функции вообще. Потому что они предупреждали всех, что даже если реанимационные действия закончились успешно, это вообще рано радоваться, мягко говоря, потому что вполне вероятно, это просто вегетативное состояние. То есть у вас будет овощ вместо человека, потому что его мозг мог пострадать. Будьте готовы к этому. Он не сможет ни двигаться, ни говорить. Все уже готовились к этому. После того, как вы пришли в себя, о чем вы вообще подумали? И думали ли вы о смерти потом? Или о жизни? Или о рождении? О чем? Что это было? Про что? Вот это вот возвращение в себя. Это был момент или период, или этап достаточно серьезной такой мобилизации. Я ощущал это как серьезную задачу, одну из самых важных задач. Ну ладно. Самую важную задачу, которую я когда-либо в своей жизни решал. Как будто бы это правда так было. Да, почему-то я ощущал, что здесь от меня многое зависит. Я должен собраться, чтобы выжить. Так, надо с этим справиться. Нужно это пережить. Очень интересно, что вы рассказываете, что вы вдруг почувствовали, если я правильно поняла, как будто бы какую-то ответственность, как будто вы сами за это, за все отвечаете. Да. Меня, например, такая ситуация больше бы склонила к тому, что есть некая высшая сила. Кажется, об этом врачи думали. Это вот интересно. Потому что, ну, довольно много врачей. Кажется, что практически все, кто были в том отделении, они в тот день подошли ко мне и сказали «молодец». Что «молодец», что я сделал? Почему вы так говорите? И после этого уже «доктор, что со мной?» Собственно, я не понимал, да, какая здесь моя роль. И врачи тоже, помимо того, что они мне говорили «молодец», они порой, да, говорили про какой-то высший замысел. Об этом, как о чуде, это произошло, потому что я еще нужен на этой земле или потому что у кого-то на небесах есть другие планы на мой счет. Такие фразы, такие комментарии звучали. Я не считаю себя атеистом, но и не отношу себя к религиозным людям. Мне скорее нравится называть себя пантеистом. Я верю, что вся природа и есть Бог, и Бог — это не дедушка на облачке, а все, что мы видим, и мы часть этого. И в этом смысле я не верю в существование некоторого замысла высшего, в существование какой-то судьбы, предначертанности. Для меня все это смысла не имеет. Почему-то я стал чувствовать, что я отличаю за все это. У меня будет два вопроса в связи с вот этой вот вашей ответственностью, которую вы почувствовали сами за себя и за свою жизнь. Но сначала короткое уточнение. Вот это вот словосочетание «клиническая смерть» говорили врачи, или это прямо вот, то есть это стояло в диагнозе? Нет, это сказали врачи. Это прозвучало, собственно, практически сразу, устно, когда еще Алена спрашивала, что происходит. Позже я увидел это словосочетание в документах, в официальных документах, в выписке. Так и написано. Клиническая смерть. Клиническая смерть – это обратимое терминальное состояние организма, при котором отсутствуют дыхание и сердцебиение, угасывают функции нервной системы, но сохраняются обменные процессы в тканях и еще возможно восстановление жизненных функций. Без реанимационных мероприятий клиническая смерть при нормальной температуре тела длится не более 5-6 минут, в течение которых еще жив головной мозг, после чего наступает биологическая смерть, необратимое состояние. Продолжительность клинической смерти увеличивается в условиях гипотермии, охлаждения организма, при поражениях электрическим током и утоплений, которые замедляют дегенерацию головного мозга. Тогда мои два вопроса по поводу вот этой вот ответственности. Что было дальше с завещанием, со всеми документами и как поменялось ли как-то и как поменялась ваша жизнь в связи вот со всем произошедшим? Перед операцией я постарался закрыть вопросы минимум на полгода по финансам тех людей, которые от меня зависели. Я настроил... Я не знаю, это может быть наивно и нелепо, может быть, это как-то юридически некорректно, но я настроил автоплатежи всем близким, чтобы каждый месяц в течение полугода им приходили деньги в нужном количестве. Они должны были списываться у меня со счета и отправляться им на счет автоматически. Я не знаю, как это работает, но мне показалось, что я могу так сделать. Настроил эти автоплатежи и оплатил школу детям на год вперед, чтобы это не было ни для кого проблемой. И перевел деньги своей девушке. Это было забавно с такой формулировкой. Спорим на вот эту вот сумму, что я выживу, и я не умру. И мы с ней так, как бы шуточно так поспорили, а я отправил ей эти деньги. В общем, потом, когда я выживу, ты мне их вернешь. Да, хорошо. И потом она мне их не стала возвращать. Она сказала, ну, смотри, у тебя написано в документах. Клиническая смерть. Значит, ты умер. Значит, ты проспорил. И это было смешно. Мы смеялись, и, естественно, я их не стал забирать обратно, они остались у нее. Теперь мы рассказываем это как байку, что я проспорил ей деньги. Сказал, что не умру, а взял и умер. Прекрасная байка. Очень много есть свидетельств, рассказов и тех же баек, что клиническая смерть, это вот свет в конце тоннеля, какие-то белые там стены, белое какое-то пространство, что-то еще. Были ли у вас какие-то ощущения, помните ли вы что-то, и если помните, на что это было похоже? Да, это одна из самых разочаровывающих, наверное, вещей в этом опыте. это то, что, как оказалось, там ничего нет. Ну, я все еще, конечно, допускаю, что у разных людей это может по-разному выражаться, может быть, разный опыт от этого. У меня это в итоге похоже на то, как у меня работают сны. То есть, как у меня со снами. Я выключаюсь, а потом включаюсь, и никаких снов между этим не было. И здесь у меня было то же самое. Только я не помню, как я выключался. Я не помню этого момента засыпания, но я помню момент просыпания. Вот так же это и выглядело в данном случае у меня. Просто сон и ничего. Может быть, другие люди, кто смотрит сны по ночам, видят их, может быть, они у них яркие, красочные, может быть, у них эти переживания выглядели бы по-другому. Что изменилось потом в жизни? Ну, даже не потом, а вот уже сейчас. Что-то глобально стало по-другому в вашей жизни? Я написал три поста в соцсетях у себя на эту тему. Они были посвящены трём выводам после смерти, которые я сделал. Если вкратце, то они такие. Во-первых, смерть, как оказалось, внезапно. Такая вроде бы банальная мысль, но вообще-то говоря, её нет постоянно в голове. И главное, что я, зная эту мысль, не делал никаких совершенно из этого знания выводов и никак не менял свой образ жизни глобально под воздействием этой мысли. Понимание того, что смерть внезапно привела меня к тому, что я больше не могу жить, откладывая жизнь на потом, или не могу терпеть какие-то дни, когда я не счастлив. Такого как бы не может теперь быть, потому что в буквальном смысле я каждый день проверяю себя и свою жизнь на то, а там ли я, где нахожусь, там ли я, где хочу находиться, вернее. И то ли я делаю, что хочу, или нет. Или я сейчас исполняю чьи-то желания, например, или делаю не то, что хочу, или жду чего-то от своей жизни или от кого-то. Да, я там. Я там, где хотел бы быть. Мне очень устраивает то, что со мной происходит. И это связано частично... Нет, это сильно связано со вторым выводом, который у меня есть, о котором я написал. Вывод в том, что... А я теперь в восторге и кайфую, давайте так скажем, от всего, что со мной происходит, и негативного тоже. Вы не представляете, как прекрасно осознавать, что я могу злиться на что-то, могу огорчаться из-за чего-то. Я испытываю эти эмоции, и я счастлив, что я могу их испытывать, потому что я чуть не лишился этой возможности. Я начинаю думать об этом, вот о том, как здорово, что это есть, и о том, что, вообще-то говоря, это счастье. Даже в тот момент, когда я чувствую, испытываю боль, я могу обо что-то удариться. Взял нечаянно, ударился головой о металлическую балку. Очень больно. Но как же я счастлив, что я могу эту боль больше часа испытывать. То есть все, что с вами происходит, становится свидетельством жизни. Да, и это то, как... Я не представляю, как можно было раньше жить и так не ценить жизнь, как это я сейчас могу делать. Вы сказали, что клиническая смерть была в 23-м году, если я ничего не путаю, 20 января. Да. У нас сейчас 24-й год, начало лета. Вот этот заряд, назовем так, который вы получили, он сохраняется с такой же интенсивности, как и был? Да. Вот удивительно. Я вам в этом смысле... Это сейчас прозвучит странно, но тем не менее завидую. Потому что мой опыт первый самый, когда я попала в кардиореанимацию с приступом мерцательной аритмии, и когда попытки скорректировать ритм привели к тому, что я просто потеряла сознание и давление у меня упало до значений 40 на 0. Правда, обошлось без реанимации, меня быстро привели в чувства. И следующие попытки скорректировать ритм привели к тому, что один вид аритмии перевели в другой, и я просто на четвертый день под подписку ушла из реанимации, отказалась от госпитализации и пришла домой к своей дочери. Она тогда еще в садик ходила в ощущение такого благостного дзен-буддийского спокойствия, которое, казалось, мне ничего уже не может поколебать вообще. Но очень скоро выяснилось, что этого дзен-буддийского спокойствия надолго не хватило. Вот этого опыта моего, ну, он был, конечно, совсем мизерным по сравнению с вашим, хотя нельзя сравнивать чужие опыты, но тем не менее. Вот этого мне не хватило. Я не чувствую вот того заряда. Он прошел совсем-совсем быстро и окончательно. Я, наверное, понимаю, о чем вы, потому что спокойствие, то, о котором вы говорите, оно тоже было. И у него тоже был ограниченный срок годности. Я, правда, сначала думал, что вот оно, этот эффект классный. Как я спокойно... Да, вот этот дзен, спокойно переживаю все. Ну да, когда ничего не кажется настолько волнующим. Да. Просто потому что это ничего не может сравниться. Да, именно. Да-да-да. Вот этот эффект, он был действительно. И он был, правда, коротким. И прошел. И я даже немножко жалею о том, что он прошел. Но я вижу, как он сменился вот этим новым ощущением. То есть, да, я могу все еще злиться, психовать. Это меня может расстроить, в принципе. Какая-нибудь мелочь. Помыл машину, а пролетающая мимо птица оставила на чистой машине белое пятно некрасивое. Я могу очень от этого злиться, психовать. Но уже через секунду я ощущаю, что я... Зато я здесь. Скажем так. Зато я здесь. И я так рад, что я могу чувствовать эту эмоцию, которой могло бы не быть. Я ее ценю за то, что она есть. Даже если она со знаком минус, это не принципиально для меня. Я попробую поискать это в себе, так как вы это описываете. Скажите, а с близкими, как вы обо всем об этом разговаривали? С близкими, с детьми? Детям говорили что-то? Да, с детьми самое сложное. Я боюсь их пугать. Конечно, мне не хочется их напугать. Но я аккуратно об этом рассказывал. И сопровождал это тем, что все в целом под контролем. То есть мои постоянные комментарии о том, что все позади, сейчас все хорошо. И тогда было все под контролем. Хорошо, что врачи были рядом. Это все было в больнице. Скорее так это подавалось. Я скорее подавал это так, что это скорее не дало мне умереть, чем то, что это произошло и как-то потом отменилось. Наверное, я немножко манипулировал информацией в этот момент. Но мне кажется, что я могу так сделать. А с остальными близкими это было скорее на уровне рассказать это все в жутких подробностях и переживаниях. Потому что мне, конечно, очень важно было это выразить. Очень важно было в этом не быть одному и как-то высказать, как-то переживания эти озвучить для того, чтобы услышать реакцию и поддержку. И в целом, наверное, разделить в итоге эти переживания, чтобы мне стало легче. Хорошо, что с вами рядом были такие люди, которые, как я понимаю, смогли с вами их разделить. Да, спасибо им огромное за это. И это бесценно. Вы боитесь смерти сейчас? Нет. Думаете о ней? Говорите? Составляете завещание? Планируете похороны? Или вообще нет? Все как отрезало? Я постоянно думаю о ней. Часто. То есть не перманентно, вот в прямом смысле, но очень часто. Конечно, раньше такого не было. Я рад, наверное, что у меня поменялось это ощущение какого-то страха смерти на больше готовность к этому, наверное, в плане, что она меня не страшит, как будто потому, что я с ней уже познакомился, если можно так выразиться. Я с ней уже знаком, я там был, я уже это проживал, и это оказалось не больно, это оказалось не проблемой, если можно так выразиться. Это просто как заснуть. Я очень не хочу умереть. Я очень ценю жизнь. Я счастлив, что у меня есть эта возможность дальше жить, и я не хочу этого, но я не боюсь этого. И я не могу забыть об этом. У меня есть два артефакта, если можно их так назвать, которые постоянно напоминают мне об этом. Ну, очевидно, в прямом смысле есть артефакт у меня в груди, который я постоянно слышу. Это такой тикающий звук. Люди в комнате иногда спрашивают, что это, у кого часы тикают. Если в комнате тихо, то можно услышать, что у меня тикает сердце. На самом деле, это клапан титановый. Металл бьется друг об друга с каждым движением сердца и издает такой тикающий звук, который я слышу постоянно. Тем самым он мне напоминает о смерти. Второй артефакт. У меня действительно есть небольшие повреждения. У меня повредилась функция зрительная из-за того, что немножко повредился мозг в результате гипоксии, нехватки кислорода. Какая-то часть зрительной области мозга была в итоге повреждена. И у меня есть небольшое слепое пятно прямо перед глазами. И я вижу... Ну, я вижу не все. То есть часть изображения передо мной мозг додумывает. И это... Это неудобно, когда работаешь за компьютером, потому что я могу потерять курсор, хотя он прямо передо мной. Но в целом это такая меньшая из проблем вообще, которая у меня могла бы быть, что я совсем не переживаю из-за этого. Максим, а искусственный клапан в вашем сердце доставляет ли вам неудобство? Да, есть такое. Это немножко дискомфортно. И оно там... Оно так может иногда проявляться, если я как-то лягу на левый бок или на живот. Я могу ощущать или если я согнусь, я могу ощущать, что он упирается где-то, куда-то у меня там. То есть он все-таки твердый объект внутри. Это не... Ну, как постоянное ощущение. У меня есть именно вот этот звук, толчки, вибрация, которая сильнее, чем то самое сердце, которое с рождения со мной. Но вот иногда я ощущаю его физически, когда я ложусь как-то так. Чувствуете ли вы протез в своем теле? Ну, в смысле, как что-то инородное? Да, есть такое ощущение. Оно немного... Оно все-таки волнительное, потому что, когда его ощущаешь, начинаешь понимать, есть он, есть сердце как орган. Каждый из них мне очень нужно и важно для выживания. Без них мне конец. В этот момент мысль начинает идти на соседние органы. Я начинаю осознавать, что есть возле этого же места, вокруг него не менее важные органы, от которых также зависит моя жизнь. И в этот момент я представляю, что я сам очень хрупкий. Эта оболочка очень хрупкая. В ней очень много элементов, каждый из которых жизненно необходим. И если что-то пойдет не так, мне конец. И это... Это жутковато. Третий вывод – это то, что я не есть тело. Мое тело – это не есть я. И это стало странным осознанием для меня, что я начал по-другому относиться к телу. Оно для меня стало вещью, которая мне принадлежит. У меня в распоряжении есть такая штука. Это тело. Я им пользуюсь. Как гаджетом. У меня может быть айфон, у меня может быть автомобиль. И на айфоне, и на автомобиле есть царапины, какие-то потертости. Они там просто во время эксплуатации появились. То же самое с моим телом. Могут прилетать какие-то царапины, какие-то повреждения. И это просто предмет, который мне принадлежит. Это не есть я. Это новая вещь для меня. Такое новое понимание. Его раньше не было. Вот эта вот пережитая клиническая смерть вместе с клапаном, сонародным телом внутри вас. Это теперь как-то влияет на ваше самоопределение? Это часть вашей идентичности? Это да. Это влияет. Я пока не сформировал отношения к этому. То есть я признаю, что это влияет на мое самоопределение. Но я не понимаю, как я к этому отношусь. Это хорошо или плохо? Пока просто данность. Наверное, это может быть одно из разумных отношений. Как просто данность безоценочных. Да, может, она так и останется. А в вашей, вот этой вот, как вы назвали, пантеистической картине мира есть загробный мир? Я бы сказал, что он... Ну, это не то, что я могу познать и не то, что я могу осознать и, в общем, даже как-то представить и описать. Но вы допускаете возможности его существования? Я допускаю, да. Может быть, он похож на посиделки на кухне за чаепитие, с хорошей книжкой, добрых друзей. Это было бы мило. Но я убежден, что это в любом случае будет сюрпризом. Максим, у меня последний вопрос. Как вы считаете, человеку нужно без смерти? Ни в коем случае. Я уверен, что концепция смерти или такое явление, вернее, как смерти, смерть как конечность процесса жизни, это очень важная вещь и большая ценность, которая задает очень такую важную принципиальную рамку для нас в жизни, позволяя нам быть теми, к которым мы есть. То есть мы как люди вот так ведем себя, так выглядим, так живем, потому что мы ощущаем эту конечность. Это был подкаст «Простые смертные». Спасибо, что были с нами во время этого непростого разговора. Несмотря на страшную историю Максима, страшную тем, что человек вот так внезапно может заболеть и умирает, даже если готовиться к этому все равно тоже внезапно, это был очень светлый выпуск. С надеждой. С надеждой, что можно найти спокойствие в себе и своей жизни. Можно радоваться противным мелочам и тому, что тебя что-то бесит. Хорошо бы, чтобы опыт, позволяющий приблизиться к такой радости, был все же не таким радикальным. С вами была Оля Фатеева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова